Эта задача вполне нам посильная, но при этом, как всегда, должно быть, чтобы физика была мирового уровня, математика мирового уровня и кадры были мирового уровня. И нам очень приятно, что вы поддержали создание физико-математического центра около Сарова. Мы надеемся, что это будет мощный физико-математический центр. Ну и, конечно, совершенно очевидно, что вот эти все направления, о которых я сказал, они, вне всякого сомнения, будут мирового уровня. Но это, как всегда, было в ядерном оружии, потому что здесь должно быть четко и ясно, чтобы это был очень высокий уровень. Ну и, конечно, в развитии этого центра, спасибо вам большое за то, что вы поддержали, мы бы просили вас провести президентский совет и мы бы доложили о том, какие мы в этом десятилетии собираемся строить новые установки по ускорителям, по лазерной физике. И, конечно, я думаю, что они будут самого высокого уровня, потому что нам нужна еще подготовка в нынешних условиях кадров. И здесь у нас создан одновременно и филиал Московского университета, уже следующим летом будет выпуск хороший, и мы надеемся, что заметное количество выпускников придут в ядерный центр. Ну, еще раз, я думаю, что этот центр физико-математический будет при вашей поддержке хорошо работать. Ну, а в НИЭФ ядерный центр, так же, как Росатом, как всегда, сделает все быстро и в срок, с хорошим качеством. Спасибо вам большое. Митрополит Ювеналий Паярков Митрополит Ювеналий Паярков Митрополит Ювеналий Паярков Дорогой Владимир Владимирович, все благодарили вас. Я хочу последовать их примеру, но сказать, что я хотел бы дважды вас поблагодарить. И для этого есть причина. Я удостоен высокой награды, когда проходил свое служение митрополита Крутицкого и Коломенского. И меня очень вдохновило то, что вы приняли такое решение. Но время идет, и человек когда-то должен заключать свои труды в жизни. Сегодня я являюсь архиереем на покое. И это не значит, что почиваю на лаврах. Нет, у нас принято человеку свободному от постоянных богослужебных и церковных трудов посвящать особое время молитве. И вот я получаю сегодня эту награду от вас, когда, исполняя традицию русской православной церкви, придаюсь той молитве, которую следовали все наши предки, о богохранимой стране нашей российской, о властях, воинстве и отечестве и отечестве нашим. И ваше сегодняшнее вручение высокой награды ко многому меня вдохновляет и обязывает. Огромное вам спасибо. Спасибо Господи. Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени награжден Сухих Геннадий Тихонович, академик Российской Академии Наук. Глубоко уважаемый президент Российской Федерации, я бесконечно благодарен за эту высочайшую награду. И все понимают, что это награда великому, огромному, трехтысячному коллективу единственного национального центра о кушерстве гинекологии и перинатологии нашей страны. Мы живем совершенно особое время. Время, когда ты думаешь о великой русской идее. Это сложное понятие, но мне кажется, без двух факторов ее невозможно принять. Наверное, это справедливость и правда. Я полагаю, что сейчас, особенно сейчас, мы должны бесконечно правильно творить и работать. И делать это в состоянии абсолютной правды. И я хотел сказать, что вы должны быть абсолютно уверены, что нашу страну и нас никогда и никто не поставит на колени. Мы всегда вместе с вами. Мы всегда вместе с Отчизной. Орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени награжден Гень Сергей Олегович, капитан арктического танкера-газовоза Кристоф де Маржери, город Санкт-Петербург. Орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени Дорогие друзья, я приветствую всех вас на церемонии вручения государственных наград. Сегодня мы чествуем выдающихся граждан России, героев, первопроходцев, созидателей, мужественных и трудолюбивых людей, которые внесли огромный вклад в развитие страны, проявили себя в наше непростое, но значимое время. Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня Россия вновь брошен такой же вызов, и на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Высшие награды Родины звания Героя России удостоены военнослужащие, проявившие особую доблесть в ходе решения боевых задач. Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на её защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, помогают налаживать жизнь на наших новых территориях. Любовь к Отечеству, к своим землякам и согражданам – мощная движущая сила. Она побуждает к достижениям и победам. И это чувство преданности своей стране, народу, идёт, конечно, прежде всего из семьи. От тех ценностей и нравственных ориентиров, которые человек впитывает с самого рождения, от самых дорогих и самых близких для него людей. Сегодня в зале прекрасные женщины, для которых материнство стало настоящим призванием. В своих многодетных семьях они воспитывают замечательных детей и достойных, и достойных, безусловно, почётного звания «Мать-Героиня». Очень важно поддерживать и оберегать семейные узы, возрождению нашей духовной культуры, исконных традиций, социальному служению. Всему этому посвящают себя люди наших традиционных религий, в том числе и Русской Православной Церкви. В целом, этому пути посвятил себя и митрополит Ювеналий. Здесь присутствуют педагоги, врачи, работники предприятий, люди, посвятившие себя разным профессиям. Все вы приумножаете славу и богатство России. Более полувека отдал легендарной магнитке Виктор Филиппович Рашников. Многое сделал для развития родного комбината и всей металлургической отрасли России. Звание Героя труда по праву отмечает его весомые заслуги. Поистине непререкаем в научном сообществе авторитет выдающегося физика Раде Ивановича Илькаева. Его исследовательские разработки, плодотворная организаторская и педагогическая деятельность служат формированию надежного ядерного щита, реализации богатого научно-технического потенциала России. Важную государственную задачу по укреплению позиций нашей страны в арктической зоне, расширению транспортных морских коридоров помогает решать команда танкера-газовоза «Крестов-дармажере» и его капитан Сергей Олегович Гинь. Десятилетие работает в агропромышленном секторе Ольга Михайловна Тамбовцева. Она успешно занимается одним из самых сложных, востребованных направлений племенным животноводством. Уважаемые друзья, все ваши достижения, вдохновляющие пример для общества, для наших граждан и, прежде всего, для молодёжи. Своими делами и поступками вы буквально пишете историю страны, создаёте фундамент для будущих прорывов и свершений. Я благодарю вас и от всей души поздравляю с присуждением высоких государственных наград и почётных званий. Благодарю вас за внимание. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Звание Героя Российской Федерации присвоено Старшему лейтенанту Белову Степану Михайловичу. Товарищ уходный главнокомандующий, благодарю вас и руководству Министерства обороны за высокую оценку моих действий и действий моих подчинённых. Получить звание Героя России – заслуга не только моя, это заслуга ещё моего личного состава, друзей и товарищей, с которыми мы плечом к плечу выполняем поставленные боевые задачи. В своих стихах Александр Твардовский сказал, «Нет героев от рождения, они рождаются в боях». Безусловно, каждый из тех, кто сейчас находится и выполняет поставленные боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, являются героями. Которые самоотверженно борются за восстановление справедливости и не дают переписать нашу общую историю. Девиз Казанского танкового училища, выпускником которого я являюсь, гласит «Победи или умри, мы – россияне, мы – потомки великих предков-победителей, а это значит, победа будет за нами». Майору Широкову Константину Викторовичу. Майору Широкову Константину Викторовичу. КОНЕЦ Челябинская область Уважаемый Владимир Владимирович, огромное спасибо за столь высокую награду. Я считаю, что эта награда прежде всего отражает работу всего нашего коллектива, Магдагорский металлургический комбинат. Мы ведем обширную инвестиционную программу на протяжении более уже 20 лет. Кардинально меняются производственные переделы и существенно изменилась экологическая ситуация. Сегодня мы работаем по переоснащению коксохимического производства и спускам в 2024 году. Значит, у нас экология будет соответствовать статусу чистой города. Мы также много внимания уделяем социальным проектам. Мы в этом году запустили первую часть парка протяжения 20 гектаров. И в этом году на День Металлургов собираемся запускать следующую партию. Спасибо вам, Владимир Владимирович, за награду. Спасибо за поддержку. Спасибо от меня и от всего коллектива. За большие заслуги в укреплении Института Семьи и Воспитания Детей звание «Мать-героиня» присвоено. Дегтяренко Ольге Ивановне, Ямалоненецкий автономный округ. Уважаемый Владимир Владимирович, мы с мужем слушали ваше интервью. И там вы обратились к студентам. И ваши слова тогда очень сильно нас коснулись. Вы сказали такие слова. Я попробую сейчас их дословно процитировать. Мы каждый на своем месте должны, как святой Франциск, должны мотыжить участок, который Господом нам отведен. И тогда мы добьемся успехов. Бог дал нам семьи, дал нам много детей. И мы ежедневно пребываем на своих участках. Огромное спасибо за то, что вы обратили внимание на наш участок, за то, что вы нас поддерживаете. Для меня огромная честь принять такую высокую награду из рук самого президента. Спасибо вам огромное, Владимир Владимирович. Салтыковой Татьяне Сергеевне. Московская область. СКРИПКО ИРИНЕ БОРИСОВНИ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ За выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов Орденом за заслуги перед Отечеством первой степени награждены Пасечник Леонид Иванович, временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо огромное за такую высокую награду нашей деятельности. Вы знаете, что мы в 2014 году все вместе, все республики приняли решение не соглашаться с той политикой нациалистической Украины, решили отстоять свою землю, решили отстоять свою историю, решили отстоять нашу возможность остаться братьями с народом России. Поэтому мы этот путь прошли вместе всей республикой, и я считаю, что эта награда, это не только моя награда, это награда каждого жителя Луганской народной республики. Ну и пользуясь случаем, хотел бы выразить, конечно, огромное слово благодарности лично вам, всему российскому народу, всем жителям России, за ту помощь, без которой мы, конечно же, не состоялись бы как республика, ну и нам бы было практически невозможно выжить. Спасибо огромное. Я хочу вас заверить, что мы не подведем. Спасибо. Ушилин Денис Владимирович, временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за столь высокую награду. Несомненно, это награда каждого жителя Донецкой народной республики, врача, учителя, военнослужащего, сотрудника МЧС, коммунальщика, всех тех, кто за эти 8 лет остался собой, остался верным себе и выдержал даже такие непростые, наверное, моменты, когда, ну, было очень непросто, когда слышно было разное, можно было заявление или издевки где-то, что до вас не ждут, причем это можно было слышать от своих и от чужих. Но выдержали эти 8 лет, и я горд, и для меня честь руководить регионом с такими стойкими людьми. И сейчас непросто, но мы сейчас не сами, мы дома, поэтому со всем справимся, и мы вместе с Россией победим. Спасибо за столь высокую награду. Орденом за заслуги перед Отечеством Третьей степени награждены Балицкий Евгений Витальевич, временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области. Спасибо, Владимир Владимирович, это награда всем запорожцам. Я хотел бы сегодня обратиться, в первую очередь, к мамам России, к тем, кто под барабанную дробь своих сердец провожает ребят защищать наш народ на Донбассе, в Запорожье, в Херсоне. И Бог знает, где еще. Я хотел бы сегодня вам сказать огромное спасибо. Мамы, мы воспитаем своих детей так же, что, когда придется, они грудью станут за ваших, за детей России, за всю Россию. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Сальдо Владимир Васильевич, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области. Уважаемый Владимир Владимирович, во-первых, спасибо за награду. Эта награда отражает именно отношение к Херсонской области и ко всем нашим жителям. В 2003 году мы восстановили в Херсоне памятник светлейшему князю Потемкину, который, собственно говоря, сделал очень многое, чтобы все причерноморские земли были включены в состав Российской империи. И, видимо, это был знаковый момент, потому что вот через 20 лет здесь, в Екатеринском зале, мы получаем награды, о которых, наверное, думали, думали, что так произойдет и ждали долго. Но это произошло, историческая справедливость восстановлена. И вот здесь я смотрю на барельефы, которые в зале есть. Они четко показывают, что развитие России движется вперед благодаря вашим твердым, четким решениям. И вот самый главный барельеф там слева, на нем написано «Желание России». Желание России быть крепкой, быть сильной и отстаивать свои интересы во всем мире. Спасибо большое. За большие заслуги в развитии отечественной науки, достигнутые трудовые успехи и укрепления духовных традиций, орденом за заслуги перед Отечеством первой степени награждены Илькаев Радий Иванович, почетный научный руководитель Российского федерального Ядерного Центра, Нижегородская область. АПЛОДИСМЕНТЫ Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, спасибо вам большое за такую серьезную, очень государственную награду. Я считаю, что это должно быть стимулом для того, чтобы мы еще лучше работали. Ну и сейчас, конечно, в Ядерном Центре очень большие, очень серьезные задачи, в том числе впервые по существу в мире мы должны решать задачу, чтобы без ядерных испытаний мы обеспечили надежность, безопасность и эффективность ядерного оружия. Эта задача вполне нам посильная, но и, конечно, но при этом, как всегда, должно быть, чтобы физика была мирового уровня, математика мирового уровня и кадры были мирового уровня. И нам очень приятно, что вы поддержали создание физико-математического центра около Сарова. Мы надеемся, что это будет мощный физико-математический центр. Ну и, конечно, совершенно очевидно, что вот эти все направления, о которых я сказал, они, вне всякого сомнения, будут мирового уровня. Но это, как всегда, было в ядерном оружии, потому что здесь должно быть четко и ясно, чтобы это был очень высокий уровень. Ну и, конечно, в развитии этого центра, спасибо вам большое за то, что вы поддержали. Мы бы просили вас провести президентский совет и мы бы доложили о том, какие мы в этом десятилетии собираемся строить новые установки по ускорителям, по лазерной физике. И, конечно, я думаю, что они будут самого высокого уровня, потому что нам нужна еще подготовка в нынешних условиях кадров. И здесь у нас создан одновременно и филиал Московского университета, уже следующим летом будет выпуск, выпуск хороший, и мы надеемся, что заметное количество выпускников придут в ядерный центр. Ну, еще раз, я думаю, что этот центр физико-математический будет при вашей поддержке хорошо работать, ну, а в НЕФ ядерный центр, так же, как Росатом, как всегда, сделает все быстро и в срок, с хорошим качеством. Спасибо вам большое. Митрополит Ювеналий Паярков. Паярков. Дорогой Владимир Владимирович, все благодарили вас. Я хочу последовать их примеру, но сказать, что я хотел бы дважды вас поблагодарить. И для этого есть причина. Я удостоен высокой награды, когда проходил свое служение митрополита Крутицкого и Коломенского. И меня очень вдохновило то, что вы приняли такое решение. Но время идет и человек когда-то должен заключать свои труды в жизни. Сегодня я являюсь архиереем на покое. И это не значит, что почиваю на лаврах нет. У нас принято человеку свободному от постоянных богослужебных и церковных трудов посвящать особое время молитве. И вот я получаю сегодня эту награду от вас, когда исполняя традицию русской православной церкви придаю той молитве, которую следовали все наши предки о богохранимой стране нашей российской, о властях, воинстве и отечестве нашим. И ваше сегодняшнее вручение высокой награды ко многому меня вдохновляет и обязывает. Огромное вам спасибо. Спасибо вас, Господи. Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени награжден Сухих Геннадий Тихонович, академик Российской Академии Наук. Глубоко уважаемый президент Российской Федерации, я бесконечно благодарен за эту высочайшую награду и все понимают, что эта награда великому огромному трехтысячному коллективу единственного национального центра акушерства, гинекологии и перинатологии нашей страны. Мы живем совершенно особое время, время, когда ты думаешь о великой русской идее. Это сложное понятие, но мне кажется, без двух факторов ее невозможно принять. Наверное, это справедливость и правда. Я полагаю, что сейчас, особенно сейчас, мы должны бесконечно правильно творить и работать и делать и делать это в состоянии абсолютной правды. И я хотел сказать, что вы должны быть абсолютно уверены, что нашу страну и нас никогда и никто не поставит на колени. мы всегда вместе с вами, мы всегда вместе с отчизной. Орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени награжден гень Сергей Олегович, капитан арктического танкера газовоза Кристоф де маржери город Санкт-Петербург Добрый день, уважаемые друзья, я приветствую всех вас на церемонии вручения государственных наград. Сегодня мы чествуем выдающихся граждан России, героев, первопроходцев, созидателей, мужественных и трудолюбивых людей, которые внесли огромный вклад в развитие страны, проявили себя в наше непростое, но значимое время. Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня Россия вновь, Россия вновь брошен такой же вызов и на передовой специальной военной операции. Солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Высшие награды Родины звания Героя России удостоены военнослужащие, проявившие особую доблесть в ходе решения боевых задач. Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, помогают налаживать жизнь на наших новых территориях. Любовь к Отечеству, к своим землякам и согражданам – мощная движущая сила. Она побуждает к достижениям и победам. И это чувство преданности своей стране, народу, идет, конечно, прежде всего из семьи. От тех ценностей и нравственных ориентиров, которые человек впитывает с самого рождения, от самых дорогих и самых близких для него людей. Сегодня в зале прекрасные женщины, для которых материнство стало настоящим призванием. В своих многодетных семьях они воспитывают замечательных детей и достойных и достойных безусловно почетного звания мать-героиня. Очень важно поддерживать и оберегать семейные узы, возрождение нашей духовной культуры, исконных традиций, социальному служению. Всему этого посвящают себя люди наших традиционных религий, в том числе и русской православной церкви. Встрецелло посвятил себя этому пути и митрополит Ювеналий. Здесь присутствуют педагоги, врачи, работники предприятий, люди, посвятившие себя разным профессиям. Все вы приумножаете славу и богатство России. Более полувека отдал легендарной магнитке Виктор Филиппович Рашников. Многое сделал для развития родного комбината и всей металлургической отрасли России. Звание Героя труда по праву отмечает его весомые заслуги. Поистине непререкаем в научном сообществе авторитет выдающегося физика Раде Ивановича Илькаева. Его исследовательские разработки, плодотворная организаторская и педагогическая деятельность служат формированию надежного ядерного щита, реализации богатого научно-технического потенциала России. Важную государственную задачу по укреплению позиций нашей страны в арктической зоне, расширению транспортных морских коридоров помогает решать команда танкера газовоза Крестов Дармажере и его капитан Сергей Олегович Гинь. Десятилетие работает в агропромышленном секторе Ольга Михайловна Тамбовцева. Она успешно занимается одним из самых сложных востребованных направлений племенным животноводством. Уважаемые друзья, все ваши достижения, вдохновляющие пример для общества, для наших граждан и прежде всего для молодежи. своими делами и поступками вы буквально пишете историю страны, создаете фундамент для будущих прорывов и свершений. Я благодарю вас и от всей души поздравляю с присуждением высоких государственных наград и почетных званий. Благодарю вас за внимание. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм проявлены при исполнении воинского долга звание Героя Российской Федерации присвоено старшему лейтенанту Белову Степану Михайловичу. Товарищи главнокомандующие благодарю вас и руководство Министерства обороны за высокую оценку моих действий и действий моих подчиненных. Получить звание Героя России заслуга не только моя это заслуга еще моего личного состава друзей и товарищей с которыми мы плечом к плечу выполняем поставленные боевые задачи. В своих стихах Александр Твардовский сказал нет героев от рождения они рождаются в боях. Безусловно каждый из тех кто сейчас находится и выполняет поставленные боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции являются героями которые самоотверженно борются за восстановление справедливости и не дают переписать нашу общую историю. Девиз Казанского танкового училища выпускником которого я являюсь гласит победи или умри мы россияне мы потомки великих предков победителей а это значит победа будет за нами. Майору Широкову Константину Викторовичу товарищ главный команд главный главный команд За особые трудовые заслуги перед государством и народом звание Героя Труда Российской Федерации присвоено Рашникову Виктору Филипповичу председателю Совета Директоров Магнитогорского Металлургического Комбината Челябинская область Уважаемый Владимир Владимирович Огромное спасибо за столь высокую награду Я считаю, что эта награда прежде всего отражает работу всего нашего коллектива Магнитогорский Металлургический Комбинат Мы ведем обширную инвестиционную программу на протяжении более уже 20 лет Кардинально меняются производственные переделы и существенно изменилась экологическая ситуация Сегодня мы работаем по переоснащению коксохимического производства и спуском в 2024 году Значит у нас экология будет соответствовать статусу чистый город Мы также много внимания уделяем социальным проектам В этом году запустили первую часть парка протяжения 20 гектаров И в этом году на День Металлургов собираемся запускать следующую партию Спасибо вам, Владимир Владимирович, за награду Спасибо за поддержку Спасибо от меня и от всего коллектива За большие заслуги в укреплении Института семьи и воспитания детей звание «Мать-героиня» присвоено Дегтяренко Ольге Ивановне Ямалоненецкий автономный округ Уважаемый Владимир Владимирович, мы с мужем слушали ваше интервью и там вы обратились к студентам и ваши слова тогда очень сильно нас коснулись Вы сказали такие слова, я попробую сейчас их дословно процитировать Мы каждый на своем месте должны, как святой Франциск, должны мотыжить участок, который Господом нам отведен И тогда мы добьемся успехов Бог дал нам семьи, дал нам много детей И мы ежедневно пребываем на своих участках Огромное спасибо за то, что вы обратили внимание на наш участок За то, что вы нас поддерживаете Для меня огромная честь принять такую высокую награду из рук самого президента Спасибо вам огромное, Владимир Владимирович Салтыковой Татьяне Сергеевне Московская область Скрипко Ирине Борисовне Город Санкт-Петербург За выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения От агрессии украинских националистов Орденом за заслуги перед Отечеством первой степени Награждены Пасечник Леонид Иванович Временно исполняющий обязанности Главы Луганской народной республики Уважаемый Владимир Владимирович Спасибо огромное За такую высокую награду В нашей деятельности Вы знаете, что мы в 2014 году Все вместе, все республики Приняли решение не соглашаться с той политикой Нациалистической Украины Решили отстоять свою землю Решили отстоять свою историю Решили отстоять нашу возможность Остаться братьями с народом России Поэтому мы этот путь прошли вместе Все республики И я считаю, что эта награда Это не только моя награда Это награда каждого жителя Луганской народной республики Ну и пользуясь случаем Хотел бы выразить Конечно, огромное слово благодарности Лично вам Всему российскому народу Всем жителям России За ту помощь Без которой мы, конечно же Не состоялись бы как республика Ну и нам бы было практически Невозможно выжить Спасибо огромное Я хочу вас заверить, что мы не подведем Спасибо Ушилин Денис Владимирович Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой народной республики Уважаемый Владимир Владимирович Спасибо за столь высокую награду Несомненно, это награда Каждого жителя Донецкой народной республики Врача, учителя, военнослужащего Сотрудника МЧС Коммунальщика Всех тех, кто за эти 8 лет Остался с собой Остался верным себе И выдержал даже Такие непростые, наверное, моменты Когда Ну было очень непросто Когда слышно было Разное Можно было Заявление Или издевки где-то Что до вас не ждут Причем это можно было слышать От своих и от чужих Но выдержали эти 8 лет И я Горд И для меня честь Руководить регионом С такими стойкими людьми И сейчас непросто Но Мы сейчас не сами Мы дома Поэтому со всем справимся И Мы вместе с Россией Победим Спасибо за столь высокую награду Орденом за заслуги Перед Отечеством Третьей степени Награждены Балицкий Евгений Витальевич Временно исполняющий обязанности Губернатора Запорожской области Спасибо, Владимир Владимирович Это награда Всем запорожцам Я хотел бы сегодня обратиться В первую очередь К мамам России К тем, кто Под барабанную дробь своих сердец Провожает ребят Защищать наш народ На Донбассе В Запорожье В Херсоне И бог знает где еще Я хотел бы сегодня вам сказать Огромное спасибо Мамы Мы воспитаем своих детей так же Что когда придется Они грудью станут За ваших За детей России За всю Россию Спасибо Сальдо Владимир Васильевич Временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области Уважаемый Владимир Владимирович Во-первых, спасибо за награду Эта награда Отражает Именно отношение К Херсонской области И ко всем нашим жителям В 2003 году Мы восстановили в Херсоне Памятник Светлейшему князю Потемкину Который, собственно говоря И сделал очень многое Чтобы все причерноморские земли Были включены в состав Российской империи И, видимо, это был знаковый момент Потому что вот через 20 лет Здесь, в Екатеринском зале Мы получаем награды О которых, наверное, думали Думали, что так произойдет И ждали долго Но это произошло Историческая справедливость восстановлена И вот здесь я смотрю на барельефы Которые в зале есть Они четко показывают Что развитие России Движутся вперед Благодаря вашим твердым Четким решениям И вот самый главный барельеф Там слева На нем написано Желание России Желание России быть крепкой Быть сильной И отстаивать свои интересы Во всем мире Спасибо большое За большие заслуги В развитии отечественной науки Достигнутые трудовые успехи И укрепление духовных традиций Орденом за заслуги Перед Отечеством первой степени Награждены Илькаев Радий Иванович Почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра Нижегородская область Глубоко уважаемый Владимир Владимирович Спасибо вам большое За такую серьезную Очень государственную награду Я считаю, что это Должно быть стимулом Для того, чтобы мы еще лучше работали Ну и сейчас, конечно В ядерном центре Очень большие Очень серьезные задачи В том числе Впервые по существу В мире мы должны решать Задачу Чтобы без ядерных испытаний Мы обеспечили надежность Безопасность И эффективность ядерного оружия Эта задача Вполне нам посильная Ну и конечно Но при этом Как всегда Должно быть Чтобы физика была Мирового уровня Математика Мирового уровня И кадры были Мирового уровня И нам очень приятно Что вы поддержали Создание Физико-математического центра Около Сарова Мы надеемся Что это будет Мощный Физико-математический Центр Ну и Конечно Совершенно Очевидно Что Вот эти вот все Направления О которых Я сказал Они вне всякого Сомнения Будут Мирового уровня Но это Как всегда Было В ядерном В ядерном Оружии Потому что Здесь Должно быть Четко И ясно Чтобы это был Очень Высокий Уровень Ну и Конечно В развитии Этого Центра Спасибо вам большое За то Что вы поддержали Мы бы просили Вас провести Президентский Совет И мы бы Доложили О том Какие Мы В этом Десятилетии Собираем Собираемся Строить Новые Установки По ускорителям По лазерной Физике И Конечно Я думаю Что они будут Самого Высокого Уровня Потому что Нам нужна Еще Подготовка В нынешних Условиях Кадров И здесь У нас Создан Одновременно И филиал Московского Университета Уже Следующим Летом Будет Выпуск Выпуск Хороший И мы Надеемся Что заметное Количество Выпускников Придут В ядерный Центр Ну еще раз Я думаю Что этот Центр Физико-математический Будет При вашей Поддержке Хорошо Работать Ну а Вне Ядерный Центр Так же как Русатом Как всегда Сделает все Быстро И в срок С хорошим Качеством Спасибо вам большое Митрополит Ювеналий Поярков Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Дорогой Владимир Владимирович Все Благодарили вас Я хочу Последовать Их Примеру Но Сказать Что я Хотел бы Дважды Вас Поблагодарить И для этого Есть Причина Я Я Удостоен Высокой Награды Когда Проходил Своё Служение Митрополита Крутицкого И Коломенского И Меня Очень Вдохновило То Что Вы Приняли Такое Решение Но Время Идёт И Человек Когда-то Должен Заключать Свои Труды В жизни Сегодня Я являюсь Архиереем На покое И Это не значит Что Почиваю На лаврах Нет У нас Принято Человеку Свободному От постоянных Богослужебных И церковных Трудов Посвящать Особое Время Молитве И Вот Я Получаю Сегодня Эту Награду От вас Когда Исполняя Традицию Русской Православной Церкви Придаюсь Той Той Молитве Которой Следовали Все наши Предки О Богохранимой Стране Нашей Российской О Властях Воинстве И Отечестве Нашим И Ваше Сегодняшнее Вручение Высокой Награды Ко Многому Меня Вдохновляет И Обязывает Огромное Вам Спасибо Спасибо Орденом За заслуги Перед Отечеством Второй Степени Награжден Сухих Геннадий Тихонович Академик Российской Академии Наук Глубоко Уважаемый Президент Российской Федерации Я Бесконечно Благодарен За эту Высочайшую Награду И Все Понимают Что Эта Награда Великому Огромному Трехтысячному Коллективу Единственного Национального Центра Акушерства Гинекологии И перинатологии Нашей Страны Мы живем Совершенно Особое Время Время Когда Ты думаешь О Великой Русской Идеи Это Сложное Понятие Но мне кажется Без двух Факторов Ее Невозможно Принять Наверное Это Справедливость И правда Я полагаю Что Сейчас Особенно Сейчас Мы должны Бесконечно Правильно Творить И работать И делать Это В состоянии Абсолютной Правды И Я хотел Сказать Что Вы должны Быть Абсолютно Уверены Что Нашу страну И нас Никогда И никто Не поставит На колени Мы Мы всегда Вместе С вами Мы всегда Вместе С Отчизной Орденом За заслуги Перед Отечеством Четвертой Степени Награжден Гень Сергей Олегович Капитан Арктического Танкера Газовоза Кристоф Демаржери Город Санкт-Петербург Спасибо большое Прошу вас Добрый день Уважаемые друзья Я приветствую Всех вас На церемонии Вручения Государственных Наград Сегодня мы Чествуем Выдающихся Граждан России Героев Первопроходцев Созидателей Мужественных И трудолюбивых Людей Которые Внесли Огромный Вклад В развитие Страны Проявили Себя В наше Непростое Но Значимое Время Наша Страна Не раз Сталкивалась С испытаниями Отставила Свой Суверенитет Сегодня Россия Вновь Россия Вновь Брошен Такой же Вызов И на Передовой Специальной Военной Операции Солдаты Офицеры Ополченцы И добровольцы Показывают Исключительные Примеры Храбрости И Самопожертвования Высшей Высшей Наградой Родины Звания Героя России Удостоены Военнослужащие Проявившие Особую Доблесть В ходе Решения Боевых Задач Мы гордимся Каждым Из вас Восхищаемся Стойкостью И отвагой Людей Которые В сложный Для Родины Момент Встали На ее Защиту И Выполняют Свой Ратный Долг В зоне Боевых Действий Помогают Налаживать Жизнь На наших Новых Территориях Любовь К Отечеству К своим Землякам И согражданам Мощная Движущая Сила Она Побуждает К достижениям И победам И это чувство Преданности Своей стране Народу Идет Конечно Прежде всего Из семьи От тех Ценностей И нравственных Ориентиров Которые Человек Впитывает С самого Рождения От самых Дорогих И самых Близких Для него Людей Сегодня В зале Прекрасные Женщины Для которых Материнство Стало Настоящим Призванием В своих Многодетных Семьях Они воспитывают Замечательных Детей И достойных И достойных Безусловно Почетного Звания Мать-Героиня Очень важно Поддерживать И оберегать Семейные узы Возрождению Нашей Духовной Культуры Исконных Традиций Социальному Служению Всему Этого Посвящают Себя Люди Наших Традиционных Религий В том числе И Русской Православной Церкви Встрецелло Посвятил Себя Этому Пути Посвятил Себя И митрополит Ювеналий Здесь Присутствуют Педагоги Врачи Работники Предприятий Люди Посвятившие Себя Разным Профессиям Все Вы Преумножаете Славу И богатство России Более Полувека Отдал Легендарные Магнитки Виктор Филиппович Рашников Многое Сделал Для развития Родного Комбината И всей Металлургической Отрасли России Звание Героя Труда По праву Отмечает Его Весомые Заслуги Поистине Непререкаем В научном Сообществе Авторитет Выдающегося Физика Ради Ивановича Илькаева Его Исследовательские Разработки Плодотворное Организаторская И педагогическая Деятельность Служат Формированию Надежного Ядерного Щита Реализации Богатого Научно-технического Потенциала России Важную Государственную Задачу По укреплению Позиции Нашей страны В Арктической Зоне Расширению Транспортных Морских Коридоров Помогает Решать Команда Танкера Газовоза Крестов Дармажере И его Капитан Сергей Олегович Гинь Десятилетие Работает В агропромышленном Секторе Ольга Михайловна Тамбовцева Она Успешно Занимается Одним из Самых Сложных Востребованных Направлений Племенным Животноводством Уважаемые Друзья Все ваши Достижения Вдохновляющие Пример для Общества Для наших Граждан И прежде всего Для молодежи Своими Делами И поступками Вы Буквально Пишите Историю Страны Создаете Фундамент Для будущих Прорывов И свершений Я благодарю вас И от всей души Поздравляю С присуждением Высоких Государственных Наград И почетных Званий Благодарю вас За внимание Указом Президента Российской Федерации За мужество И героизм Проявленные При исполнении Воинского Долга Звание Героя Российской Федерации Присвоено Старшему Лейтенанту Белову Степану Михайловичу Товарищи Оценку Моих действий И действия Моих подчиненных Получить Звание Героя России Заслуга Не только Моя Это заслуга Еще моего Личного Состава Друзей И товарищей С которыми Мы плечом К плечу Выполняем Поставленные Боевые Задачи В своих Стихах Александр Твардовский Сказал Нет героев От рождения Они Рождаются В боях Безусловно Каждый Из тех Кто сейчас Находится И выполняет Поставленные Боевые Задачи В зоне Проведения Специальной Военной Операции Являются Героями Которые Самоотверженно Борются За восстановление Справедливости И не дают Переписать Нашу общую Историю Девиз Казанского Танкового Училища Воплощенником Которого Я являюсь Гласит Победи Или умри Мы Россияне Мы Потомки Великих Предков Победителей А это значит Победа Будет за нами Спасибо Майору Широкову Константину Викторовичу Товарищ Дайконов Главный Команд Валерий Большой Дайконов За особые трудовые заслуги Перед государством И народом Звание Героя труда Российской Федерации Присвоено Рашникову Виктору Филипповичу Председателю Совета Директоров Магнитогорского Металлургического Комбината Челябинская Область Уважаемый Владимир Владимирович Огромное спасибо За столь высокую награду Я считаю Что Эта награда Прежде всего Отражает Работу Всего нашего Коллектива Магнитогорский Металлургический Комбинат Мы ведем Обширную Инвестиционную Программу На протяжении Более уже 20 лет Кардинально Меняются Производственные Переделы И существенно Изменилась Экологическая Ситуация Сегодня мы Работаем По Переоснащению Коксохимического Производства И спуском В 2024 году Значит у нас Экология Будет соответствовать Статусу Чистый Город Мы также Много внимания Уделяем Социальным Проектам В этом году Запустили Первую часть Парка Протяжение 20 гектаров И в этом году На День Металлургов Собираемся Запускать Следующую Партию Спасибо Спасибо вам Владимир За награду Спасибо За поддержку Спасибо От меня От всего Коллектива За большие Заслуги В укреплении Института Семьи И воспитания Детей Звание Мать-героиня Присвоено Дегтеренко Ольге Ивановне Ямалоненецкий Автономный Округ Уважаемый Владимир Владимирович Мы с мужем Слушали Ваше интервью И там Вы обратились К студентам И ваши слова Тогда Очень сильно Нас коснулись Вы сказали Такие слова Я попробую Сейчас их дословно Процитировать Мы Каждый На своем месте Должны Как святой Франциск Должны Мотыжить Участок Который Господом Нам отведен И тогда Мы добьемся Успехов Бог дал нам Семьи Дал нам Много детей И мы ежедневно Пребываем На своих участках Огромное спасибо За то Что вы обратили Внимание На наш участок За то Что вы нас Поддерживаете Для меня Огромная честь Принять такую Высокую награду Из рук Самого президента Спасибо вам огромное Владимир Владимирович Салтыковой Татьяне Сергеевне Московская область Санкт-Петербург Скребко Ирине Борисовне Город Санкт-Петербург За выдающиеся заслуги По защите прав и свобод Гражданского населения От агрессии Украинских националистов Орденом за заслуги Перед Отечеством Первой степени Награждены Пасечник Леонид Иванович Временно исполняющий Обязанности Главы Луганской Народной Республики Уважаемый Владимир Владимирович Спасибо огромное За такую высокую награду В нашей деятельности Вы знаете, что мы в 2014 году Все вместе Все республики приняли решение Не соглашаться с той политикой Нациалистической Украины Решили отстоять свою землю Решили отстоять свою историю Решили отстоять Нашу возможность Остаться братьями С народом России Поэтому Мы этот путь Прошли вместе Все республики И я считаю, что эта награда Это не только моя награда Это награда каждого жителя Луганской Народной Республики Ну и пользуясь случаем Хотел бы выразить Конечно, огромное слово Благодарности Лично вам Всему российскому народу Всем жителям России За ту помощь Без которой Мы, конечно же Не состоялись бы Как республика Ну и нам бы было Практически невозможно выжить Спасибо огромное Я хочу вас заверить Что мы не подведем Спасибо Ушилин Денис Владимирович Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Уважаемый Владимир Владимирович Спасибо за столь высокую награду Несомненно, это награда Каждого жителя Донецкой Народной Республики Врача Учителя Военнослужащего Сотрудника МЧС Коммунальщика Всех тех, кто за эти 8 лет Остался с собой Остался верным себе И выдержал даже Такие непростые, наверное, моменты Когда Ну, было очень непросто Когда слышно было Разное Можно было Заявление Или издевки где-то Что до вас не ждут Причем это можно было слышать От своих и от чужих Но выдержали эти 8 лет И я Горд И для меня честь Руководить регионом С такими стойкими людьми И сейчас непросто Но Мы сейчас не сами Мы дома Поэтому со всем справимся И Мы вместе с Россией Победим Спасибо за столь высокую награду Орденом за заслуги Перед Отечеством Третьей степени Награждены Балицкий Евгений Витальевич Временно исполняющий Обязанности Губернатора Запорожской области Спасибо, Владимир Владимирович Это награда Всем запорожцам Я хотел бы сегодня Обратиться в первую очередь К мамам России К тем, кто Под барабанную дробь Своих сердец Провожает ребят Защищать наш народ На Донбассе В Запорожье В Херсоне И бог знает где еще Я хотел бы сегодня Вам сказать огромное спасибо Мамы Мы воспитаем своих детей Так же Что Когда придется Они грудью станут За ваших За детей России За всю Россию Спасибо вам Сальдо Владимир Васильевич Временно исполняющий Обязанности Губернатора Херсонской области Уважаемый Владимир Владимирович Во-первых Спасибо за награду Эта награда Отражает Именно Отношение К Херсонской области И ко всем нашим жителям В 2003 году Мы восстановили В Херсоне Памятник Светлейшему Князю Потемкину Который Собственно говоря И сделал Очень многое Чтобы все Причерноморские земли Были Включены В состав Российской империи И Видимо Это был Знаковый момент Потому что Через 20 лет Здесь в Екатеринском зале Мы получаем награды О которых Наверное думали Думали Что так произойдет И ждали Долго Но это произошло Историческая справедливость Восстановлена И вот здесь Я смотрю На барельефы Которые в зале есть Они четко показывают Что Развитие России Движется вперед Благодаря Вашим Твердым Четким решениям И вот Самый главный Барельеф Слева На нем написано Желание России Желание России Быть крепкой Быть сильной И отстаивать Свои интересы Во всем мире Спасибо большое За большие заслуги В развитии Отечественной науки Достигнутые Трудовые успехи И укрепление Духовных традиций Орденом За заслуги Перед Отечеством Первой степени Награждены Илькаев Радий Иванович Почетный Научный руководитель Российского Федерального Ядерного Центра Нижегородская Область Глубоко уважаемый Владимир Владимирович Спасибо вам большое За такую Серьезную Очень государственную Награду Я считаю Что это Должен быть Стимулом Для того Чтобы мы Еще лучше Работали Ну и сейчас Конечно В ядерном Центре Очень большие Очень серьезные Задачи В том числе Впервые По существу В мире Мы должны Решать Приятно Здесь 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 Должно Быть Четко И ясно Чтобы это Был Очень Высокий Уровень Ну и Конечно В развитии Этого Центра Спасибо вам большое За то Что вы поддержали Мы бы просили Вас провести Президентский Совет И мы бы Доложили О том Какие Мы В этом Десятилетии Собираем Собираемся Строить Новые Установки По ускорителям По лазерной Физике И Конечно Я думаю Что они Будут Самого Высокого Уровня Потому что Нам нужна Еще Подготовка В нынешних Условиях Кадров И здесь У нас Создан Одновременно И филиал Московского Университета Уже Следующим Летом Будет Выпуск Выпуск Хороший И мы Надеемся Что заметное Количество Выпускников Придут В ядерный Центр Ну Еще раз Я думаю Что этот Центр Физико Математический Будет При вашей Поддержке Хорошо Работать Ну А в НЕФ Ядерный Центр Так же Как Росатом Как всегда Сделали Все Быстро И в срок С хорошим Качеством Спасибо Вам Спасибо за субтитры Дорогой Владимир Владимир Владимирович Все Благодарили Вас Я хочу Последовать Их Примеру Но Сказать Что я Хотел Бы Дважды Вас Поблагодарить И для Этого Есть Причина Я Удостоен Высокой Награды Когда Проходил Своё Служение Митрополита Крутицкого И Коломенского И Меня Очень Вдохновило То Что Вы Приняли Такое Решение Но Время Идет И Человек Когда-то Должен Заключать Свои Труды В жизни Сегодня Я Являюсь Архиереем На покое И это Не значит Что Почиваю На лаврах Нет У нас Принято Человеку Свободному От постоянных Богослужебных И церковных Трудов Посвящать Особое Время Молитве И И вот Я Получаю Сегодня Эту Награду От вас Когда Исполняя Традицию Русской Православной Церкви Предаюсь Той Молитве Которой Следовали Все Наши Предки О Богохранимой Стране Нашей Российской О Властях Воинстве И Отечестве Нашем И Ваше Сегодняшнее Вручение Высокой Награды Ко Многому Меня Вдохновляет И Обязывает Огромное Вам Спасибо Спасибо Господи Орденом За заслуги Перед Отечеством Второй Степени Награжден Сухих Геннадий Тихонович Академик Российской Академии Наук Глубоко Уважаемый Президент Российской Федерации Я Бесконечно Благодарен За эту Высочайшую Награду И все Понимают Что Эта Награда Великому Огромному Трехтысячному Коллективу Единственного Национального Центра Окушерства Гинекологии И Перенатологии Нашей Страны Награду Я Я Благодарю что сейчас, особенно сейчас, мы должны бесконечно правильно творить и работать и делать это в состоянии абсолютной правды. И я хотел сказать, что вы должны быть абсолютно уверены, что нашу страну и нас никогда и никто не поставит на колени. Мы всегда вместе с вами. Мы всегда вместе с отчизной. Орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени награжден Гень Сергей Олегович, капитан арктического танкера-газовоза Кристоф де Маржери, город Санкт-Петербург. Добрый день, уважаемые друзья! Друзья, я приветствую всех вас на церемонии вручения государственных наград. Сегодня мы чествуем выдающихся граждан России, героев, первопроходцев, созидателей, мужественных и трудолюбивых людей, которые внесли огромный вклад в развитие страны, проявили себя в наше непростое, но значимое время. Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня Россия вновь брошен такой же вызов. И на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Высшие награды Родины звания Героя России удостоены военнослужащие, проявившие особую доблесть в ходе решения боевых задач. Мы гордимся каждым из вас. Восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на её защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий. Помогают налаживать жизнь на наших новых территориях. Любовь к Отечеству, к своим землякам и согражданам – мощная движущая сила. Она побуждает к достижениям и победам. И это чувство преданности своей стране, народу, идёт, конечно, прежде всего из семьи. От тех ценностей и нравственных ориентиров, которые человек впитывает с самого рождения, от самых дорогих и самых близких для него людей. Сегодня в зале прекрасные женщины, для которых материнство стало настоящим призванием. В своих многодетных семьях они воспитывают замечательных детей и достойных, и достойных, безусловно, почётного звания «Мать-Героиня». Очень важно поддерживать и оберегать семейные узы. Возрождению нашей духовной культуры, исконных традиций, социальному служению – всему этому посвящают себя люди наших традиционных религий, в том числе и Русской Православной Церкви. Все целое посвятил себя этому пути и митрополит Ювеналий. Здесь присутствуют педагоги, врачи, работники предприятий, люди, посвятившие себя разным профессиям. Все вы приумножаете славу и богатство России. Более полувека отдал легендарной магнитке Виктор Филиппович Рашников. Многое сделал для развития родного комбината и всей металлургической отрасли России. Звание «Героя труда» по праву отмечает его весомые заслуги. Поистине непререкаем в научном сообществе авторитет выдающегося физика Радия Ивановича Илькаева. Его исследовательские разработки, плодотворная организаторская и педагогическая деятельность служат формированию надёжного ядерного щита, реализации богатого научно-технического потенциала России. Важную государственную задачу по укреплению позиций нашей страны в арктической зоне, расширению транспортных морских коридоров помогает решать команда танкера-газовоза «Крестов-дар-Мажири» и его капитан Сергей Олегович Гинь. Десятилетие работает в агропромышленном секторе Ольга Михайловна Тамбовцева. Она успешно занимается одним из самых сложных востребованных направлений племенным животноводством. Уважаемые друзья, все ваши достижения, вдохновляющие пример для общества, для наших граждан и, прежде всего, для молодёжи. Своими делами и поступками вы буквально пишете историю страны, создаёте фундамент для будущих прорывов и свершений. Я благодарю вас и от всей души поздравляю с присуждением высоких государственных наград и почётных званий. Благодарю вас за внимание. Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя Российской Федерации присвоено старшему лейтенанту Белову Степану Михайловичу. Товарищи школьные главнокомандующие, благодарю вас, руководство Министерства обороны, за высокую оценку моих действий и действий моих подчинённых. Получить звание Героя России – заслуга не только моя, это заслуга ещё моего личного состава, друзей и товарищей, с которыми мы плечом к плечу выполняем поставленные боевые задачи. В своих стихах Александр Твардовский сказал «Нет героев от рождения, они рождаются в боях». Безусловно, каждый из тех, кто сейчас находится и выполняет поставленные боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, являются героями, которые самоотверженно борются за восстановление справедливости и не дают переписать нашу общую историю. Девиз Казанского танкового училища, выпускником которого я являюсь, гласит «Победи или умри, мы – россияне, мы – потомки великих предков-победителей, а это значит, победа будет за нами». Спасибо. Майору Широкову Константину Викторовичу. Майору Широкову Константину Викторовичу. За особые трудовые заслуги перед государством и народом звание Героя Труда Российской Федерации присвоено Рашникову Виктору Филипповичу, председателю Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината «Челябинская область». Уважаемый Владимир Владимирович, огромное спасибо за столь высокую награду. Я считаю, что эта награда прежде всего отражает работу всего нашего коллектива, Магнитогорский металлургический комбинат. Мы ведем обширную инвестиционную программу на протяжении более уже 20 лет. Кардинально меняются производственные переделы и существенно изменилась экологическая ситуация. Сегодня мы работаем по переоснащению коксохимического производства и спускам в 2024 году. Значит, у нас экология будет соответствовать статусу «Чистый город». Мы также много внимания уделяем социальным проектам. В этом году запустили первую часть парка в протяжении 20 гектаров. И в этом году на День металлургов собираемся запускать следующую партию. Спасибо вам, Владимир Владимирович, за награду. Спасибо за поддержку. Спасибо от меня и от всего коллектива. За большие заслуги в укреплении Института семьи и воспитания детей звание «Мать-героиня» присвоено Дегтяренко Ольге Ивановне Ямалоненецкий автономный округ Уважаемый Владимир Владимирович, мы с мужем слушали ваше интервью, и там вы обратились к студентам. И ваши слова тогда очень сильно нас коснулись. Вы сказали такие слова, я попробую сейчас их дословно процитировать. Мы каждый на своем месте должны, как святой Франциск, должны мотыжить участок, который Господом нам отведен. И тогда мы добьемся успехов. Бог дал нам семьи, дал нам много детей, и мы ежедневно пребываем на своих участках. Огромное спасибо за то, что вы обратили внимание на наш участок, за то, что вы нас поддерживаете. Для меня огромная честь принять такую высокую награду из рук самого президента. Спасибо вам огромное, Владимир Владимирович. Салтыковой Татьяне Сергеевне, Московская область. Салтыковой Татьяне Сергеевне, Московская область. АПЛОДИСМЕНТЫ Скрипко Ирине Борисовне, город Санкт-Петербург. АПЛОДИСМЕНТЫ За выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов, Орденом за заслуги перед Отечеством первой степени награждены Пасечник Леонид Иванович, временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо огромное за такую высокую награду в нашей деятельности. Вы знаете, что мы в 2014 году все вместе, все республики приняли решение не соглашаться с той политикой нациалистической Украины, решили отстоять свою землю, решили отстоять свою историю, решили отстоять нашу возможность остаться братьями с народом России. Поэтому мы этот путь прошли вместе всей республикой, и я считаю, что эта награда, это не только моя награда, это награда каждого жителя Луганской Народной Республики. Ну и пользуясь случаем, хотел бы выразить, конечно, огромное слово благодарности лично вам, всему российскому народу, всем жителям России за ту помощь, без которой мы, конечно же, не состоялись бы как республика, ну и нам бы было практически невозможно выжить. Спасибо огромное. Я хочу вас заверить, что мы не подведем. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за столь высокую награду. Несомненно, это награда каждого жителя ДНР, врача, учителя, военнослужащего, сотрудника МЧС, коммунальщика, всех тех, кто за эти 8 лет остался собой, остался верным себе и выдержал даже такие непростые, наверное, моменты, когда было очень непросто, когда слышно было разное, можно было заявление или издевки где-то, что до вас не ждут, причем это можно было слышать и от своих, и от чужих. Но выдержали эти 8 лет, и я горд, и для меня честь руководить регионом с такими стойкими людьми. И сейчас непросто. Но мы сейчас не сами. Мы дома, поэтому со всем справимся. И мы вместе с Россией победим. Спасибо за столь высокую награду. Орденом за заслуги перед Отечеством Третьей степени награждены Балицкий Евгений Витальевич, временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области. Спасибо, Владимир Владимирович. Это награда всем запорожцам. Я хотел бы сегодня обратиться в первую очередь к мамам России, к тем, кто под барабанную дробь своих сердец провожает ребят защищать наш народ на Донбассе, в Запорожье, в Херсоне. И бог знает где еще. Я хотел бы сегодня вам сказать огромное спасибо. Мамы, мы воспитаем своих детей так же, что когда придется, они грудью станут за ваших, за детей России, за всю Россию. Спасибо. Сальдо Владимир Васильевич, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области. Уважаемый Владимир Владимирович, во-первых, спасибо за награду. Эта награда отражает именно отношение к Херсонской области и ко всем нашим жителям. В 2003 году мы восстановили в Херсоне памятник светлейшему князю Потемкину, который, собственно говоря, сделал очень многое, чтобы все причерноморские земли были включены в состав Российской империи. И, видимо, это был знаковый момент, потому что вот через 20 лет здесь, в Екатеринском зале, мы получаем награды, о которых, наверное, думали, думали, что так произойдет и ждали долго. Но это произошло, историческая справедливость восстановлена. И вот здесь я смотрю на барельефы, которые в зале есть. Они четко показывают, что развитие России, движется вперед благодаря вашим твердым, четким решениям. И вот самый главный барельеф там слева, на нем написано «Желание России». Желание России быть крепкой, быть сильной и отстаивать свои интересы во всем мире. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ За большие заслуги в развитии отечественной науки, достигнутые трудовые успехи и укрепление духовных традиций, орденом за заслуги перед Отечеством первой степени награждены. Илькаев Радий Иванович, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра, Нижегородская область. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, спасибо вам большое за такую серьезную, очень государственную награду. Я считаю, что это должен быть стимулом для того, чтобы мы еще лучше работали. Ну и сейчас, конечно, в ядерном центре очень большие, очень серьезные задачи. В том числе впервые по существу в мире мы должны решать задачу, чтобы без ядерных испытаний мы обеспечили надежность, безопасность и эффективность ядерного оружия. Эта задача вполне нам посильная, но и, конечно, при этом, как всегда, должно быть, чтобы физика была мирового уровня, математика мирового уровня, и кадры были мирового уровня. И нам очень приятно, что вы поддержали создание физико-математического центра около Сарова. Мы надеемся, что это будет мощный физико-математический центр. Ну и, конечно, совершенно очевидно, что вот эти все направления, о которых я сказал, они, вне всякого сомнения, будут мирового уровня. Но это, как всегда, было в ядерном оружии, потому что здесь должно быть четко и ясно, чтобы это был очень высокий уровень. Ну и, конечно, в развитии этого центра, спасибо вам большое за то, что вы поддержали, мы бы просили вас провести президентский совет, и мы бы доложили о том, какие мы в этом десятилетии собираемся строить новые установки по ускорителям, по лазерной физике, и, конечно, я думаю, что они будут самого высокого уровня, потому что нам нужна еще подготовка в нынешних условиях кадров. И здесь у нас создан одновременно и филиал Московского университета, уже следующим летом будет выпуск хороший, и мы надеемся, что заметное количество выпускников придут в ядерный центр. Ну, еще раз, я думаю, что этот центр физико-математический будет при вашей поддержке хорошо работать, ну, а вне ядерный центр, так же, как Росатом, как всегда, сделает все быстро и в срок, с хорошим качеством. Спасибо вам большое. Митрополит Ювеналий Паярков Дорогой Владимир Владимирович, Дорогой Владимирович, все благодарили вас. Я хочу последовать их примеру, но сказать, что я хотел бы дважды вас поблагодарить. И для этого есть причина. Я удостоен высокой награды, когда проходил свое служение митрополита Крутицкого и Коломенского. И меня очень вдохновило то, что вы приняли такое решение. Но время идет, и человек когда-то должен заключать свои труды в жизни. Сегодня я являюсь архиереем на покое. И это не значит, что почиваю на лаврах. Нет. У нас принято человеку свободному от постоянных богослужебных и церковных трудов посвящать особое время молитве. И вот я получаю сегодня эту награду от вас, когда, исполняя традицию Русской Православной Церкви, предаюсь той молитве, которой следовали все наши предки. О богохранимой стране нашей, российской. О властях, воинстве и Отечестве нашем. И ваше сегодняшнее вручение высокой награды ко многому меня вдохновляет и обязывает. Огромное вам спасибо. Спасибо вас, Господи. Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени награжден Сухих Геннадий Тихонович, академик Российской Академии Наук. Глубоко уважаемый президент Российской Федерации, я бесконечно благодарен за эту высочайшую награду. И все понимают, что это награда великому, огромному, трехтысячному коллективу единственного национального центра о кушерстве, гинекологии и перинатологии нашей страны. Мы живем совершенно особое время. Время, когда ты думаешь о великой русской идее. Это сложное понятие, но мне кажется, без двух факторов ее невозможно принять. Наверное, это справедливость и правда. И я полагаю, что сейчас, особенно сейчас, мы должны бесконечно правильно творить и работать. И делать это в состоянии абсолютной правды. И я хотел сказать, что вы должны быть абсолютно уверены, что нашу страну и нас никогда и никто не поставит на колени. Мы всегда вместе с вами. Мы всегда вместе с отчизной. Орденом за заслуги перед Отечеством Четвертой степени награжден Гень Сергей Олегович, капитан арктического танкера-газовоза Кристоф де Маржери, город Санкт-Петербург. Орденом за заслуги перед Отечеством Четвертой степени Друзья, я приветствую всех вас на церемонии вручения государственных наград. Сегодня мы чествуем выдающихся граждан России, героев, первопроходцев, созидателей, мужественных и трудолюбивых людей, которые внесли огромный вклад в развитие страны, проявили себя в наше непростое, но значимое время. Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня Россия вновь брошен такой же вызов. И на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Высшей наградой Родины звания Героя России удостоены военнослужащие, проявившие особую доблесть в ходе решения боевых задач. Мы гордимся каждым из вас. Восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на её защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, помогают налаживать жизнь на наших новых территориях. Любовь к Отечеству, к своим землякам и согражданам – мощная движущая сила. Она побуждает к достижениям и победам. И это чувство преданности своей стране, народу, идёт, конечно, прежде всего из семьи. От тех ценностей и нравственных ориентиров, которые человек впитывает с самого рождения, от самых дорогих и самых близких для него людей. Сегодня в зале прекрасные женщины, для которых материнство стало настоящим призванием. В своих многодетных семьях они воспитывают замечательных детей и достойных, безусловно, почётного звания Мать-Героиня. Очень важно поддерживать и оберегать семейные узы. Возрождению нашей духовной культуры, исконных традиций, социальному служению – всему и то посвящают себя люди наших традиционных религий, в том числе и Русской Православной Церкви. В Тецелло посвятил себя этому пути и митрополит Ювеналий. Здесь присутствуют педагоги, врачи, работники предприятий, люди, посвятившие себя разным профессиям. Все вы приумножаете славу и богатство России. Более полувека отдал легендарной магнитке Виктор Филиппович Рашников. Многое сделал для развития родного комбината и всей металлургической отрасли России. Звание Героя труда по праву отмечает его весомые заслуги. Поистине непререкаем в научном сообществе авторитет выдающегося физика Радия Ивановича Илькаева. Его исследовательские разработки, плодотворная организаторская и педагогическая деятельность служат формированию надёжного ядерного щита, реализации богатого научно-технического потенциала России. Важную государственную задачу по укреплению позиций нашей страны в арктической зоне, расширению транспортных морских коридоров помогает решать команда танкера-газовоза «Крестов-дармажере» и его капитан Сергей Олегович Гинь. Десятилетие работает в агропромышленном секторе Ольга Михайловна Тамбовцева. Она успешно занимается одним из самых сложных, востребованных направлений племенным животноводством. Уважаемые друзья, все ваши достижения, вдохновляющие пример для общества, для наших граждан и, прежде всего, для молодёжи. Своими делами и поступками вы буквально пишете историю страны, создаёте фундамент для будущих прорывов и свершений. Я благодарю вас и от всей души поздравляю с присуждением высоких государственных наград и почётных званий. Благодарю вас за внимание. Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя Российской Федерации присвоено старшему лейтенанту Белову Степану Михайловичу. Благодарю вас и руководству Министерства обороны за высокую оценку моих действий и действий моих подчинённых. Получить звание Героя России – заслуга не только моя, это заслуга ещё моего личного состава, друзей и товарищей, с которыми мы плечом к плечу выполняем поставленные боевые задачи. В своих стихах Александр Твардовский сказал, «Нет героев от рождения, они рождаются в боях». Безусловно, каждый из тех, кто сейчас находится и выполняет поставленные боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, являются героями, которые самоотверженно борются за восстановление справедливости и не дают переписать нашу общую историю. Девиз Казанского танкового училища, выпускником которого я являюсь, гласит «Победи или умри, мы – россияне, мы – потомки великих предков-победителей, а это значит, победа будет за нами». Спасибо. Майору Широкову Константину Викторовичу. Майору Широкову Константину Викторовичу. За особые трудовые заслуги перед государством и народом звание Героя Труда Российской Федерации присвоено Рашникову Виктору Филипповичу, председателю Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Челябинская область. Уважаемый Владимир Владимирович, огромное спасибо за столь высокую награду. Я считаю, что эта награда прежде всего отражает работу всего нашего коллектива Магнитогорский металлургический комбинат. Мы ведем обширную инвестиционную программу на протяжении более уже 20 лет. Кардинально меняются производственные переделы и существенно изменилась экологическая ситуация. Сегодня мы работаем по переоснащению коксохимического производства и спускам в 2024 году. Значит, у нас экология будет соответствовать статусу чистой города. Мы также много внимания уделяем социальным проектам. В этом году запустили первую часть парка протяжения 20 гектаров. И в этом году на День Металлургов собираемся запускать следующую партию. Спасибо вам, Владимир Владимирович, за награду. Спасибо за поддержку. Спасибо от меня и от всего коллектива. За большие заслуги в укреплении Института Института